Добрый день всем любителям стратегии в реальном времени, у микрофона Хэйо. Мы с вами продолжаем играть в дополнение Raising Hell для Starship Troopers Sterling Command. В предыдущей серии мы с вами отправились, играли за наемников под руководством их предводителя по имени Фрейзер. Мы с вами спустились в какие-то шахты подземные, которые, естественно, были заселены жуками, установили три ядерных заряда и, собственно говоря, всех там спалили и подорвали. Ну что ж, давайте переходить к следующему заданию, которое называется Драконий остров. Вулканический островок посреди озера Лавы, прозванный Драконьем островом, недавно стал добычей арахнидов, но прибытие подразделения мобильной пехоты капитана Джао означает, что пора вернуть утраченное. Так, естественно, выставляем максимальный уровень сложности и давайте посмотрим, какие тут есть достижения. Что посеешь, то пожнешь. Убить 15 жуков осколочными минами. И с пылу с жару. Убить 20 жуков, используя способность наемников-шрапнельщиков, мир в огне. Угу. Ну, посмотрим. Давайте начинать. Драконий остров, раскинувшийся посреди озера Лавы, недавно был захвачен арахнидами. Потеряны важные промышленные комплексы. А адские отродья угнездились среди развалин. Из этого места жуки теперь совершают набеги на окружающие предприятия. Но теперь с прибытием мобильной пехоты настала пора отвоевать Драконий остров. Драконий остров. Окей. Хорошо. Осколочные мины. 15 жуков. То есть, неважно, да, какие тут жуки будут. Ну, там просто нам показали вот этих воздушных пирофлаев. Сейчас посмотрим, что они из себя представляют. Будем с ними разбираться. Высаживаемся на Драконий остров. Какой у нас приказ? Арахниды когда-то захватили наше предприятие. Приоритет — избавиться от жуков и возобновить производство топлива. Это разве не забота Гефестара? Почему мы здесь? Небесный Маршал понимает важность того, чем мы тут занимаемся, капитан. И он благодарен вам за старания. Ты займись Тараканом, Федерал. А мы пока перезапустим эти насосы. Так, точно, выдвигаемся. А мы опять за наемников играем. Зачистите все ульи. Наша задача. Так, ну я так понимаю, первонаперво мы с вами должны до базы добраться. Фрейзер, на этом канале нас с вами никто не услышит. Опять работенка для ловли жуков. Я дам вам знать, когда заказчик будет готов к получению товара. Вот что происходит. Че они там задумали? Нормально тут такой набег был на нас. Так, а че эти-то не атакуют? Так, ладно, идем дальше. Блин, мне вот немножко не нравится то, что... Стревают войска. Маленько бесит. Маленько бесит. О, смотрите, транспортный корабль валяется, разбитый Так, у меня один инженер, практически мертвый Что тут, мобильная пехота? Так, ну что ж, мы практически, кстати, дошли до базы Надо это Так, вон там гнездовье Блин, вон слева Еще непонятно, то ли идут, то ли не идут Так Так, мы здесь Так, все хорошо Сейчас вот здесь, вот видимо, пойдем Так, тихо, тихо Так, что там у нас А, ну да, окей Так, а у меня достижения, по-моему, как раз-таки, да Осколочными минами Так, все хорошо Ну в смысле? Ребята, ну атакуйте. Так, походу, да. Походу, надо с инженерами идти. Значит, это никак не получится. Так, все отлично. Давайте сделаем сейв, потому что что-то как-то на грани, мне кажется. На грани все у нас происходит. Крупные жуки вроде пока не идут, поэтому в целом... Так, ну я реально вот уже к базе прям выхожу, к оперативной. Так, вопрос. Ну тут, понятно дело, это все горит. Туда никак не пройти. Так, ну вот здесь-то мы пройдем? Да, здесь мы пройдем. Отлично. Так, тут, наверное, жуки на базе еще на самой сидят. По-любому. Вот и насосные станции, вы должны снова их включить. Топливо must flow, да? А потом... А потом все выжившие получат премию, когда вернутся. Именно это я и хотел услышать. Так. Ну вот, задача активируйте все насосные станции. Так, это я понял. Да, центр поддержки, склад боеприпасов, передатчик флота. У ракетного склада у нас нет. У нас есть, смотри, пулеметная вышка. Она же рабочая, да? Да, сразу же. Ага, отлично. Так, мне нужно пополниться. А воротами я не могу управлять. Так, терминал управления. Так, тогда знаете еще какой вопрос? Может, тогда еще здесь пулеметик? Так, я вас понял. Слушайте, ну действительно, давайте пулемет тогда сделаем. Ой, отлично, он даже до этой дотягивает. Так, и мне нужно поставить, я думаю, парочку мин. Давайте одну зажигательную вон туда. Поехали. Мы прислали первое. Вот так. Ну да. Какая-то. Ну да. Мы плечатаем. У нас tenemos только положение для оптимальногоキャ colocar. Ничего не можем. так перезапускаем насос а вот мне еще финансирование до добавили это хорошо это хорошо так взрывчатку здесь делаю так зачистите улей а я понял какой прям очень близко надо подходить что это и 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну это здорово. Кстати говоря, тут, видимо, немножко экономика даже другой стала. Наемники-пулеметчики. Детант флота. Да нет, то же самое на самом деле. Просто да, можно... Или тоже нельзя. Особо тут, как бы... Погнали, короче, инженерами. Ой-ой-ой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, надо отремонтировать пулемет. И надо выдвигаться, я что-то... Пока особо не могу это сделать. Все, попробуем еще разок. Попробуем еще разок. Блин, почему они не стреляют каждый раз? Попробуем еще разок. Так, увидели, что сделал, да? Так, связист нужен мне? Наверное, нет. Да, вот это сейчас глобала глупость. Я на своих же минах погиб. На своих же минах только что отъехал. Да, стойте. Ребята, вы будете атаковать? Это гнездо или нет? Ну, наконец-то. Фух. Ура. Так, ну, естественно, у меня сейчас нету никаких этих... Нету у меня никаких этих мин. Поэтому, да, тут немножко проблемно. Так, давайте смотреть достижения. Да, кстати говоря, вот, видите, некоторых уже убили. Осколочными минами. Так, ребятки сейчас полезут. А мы к этому будем готовы. Все, отлично. Идем дальше. Идем дальше. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Дальность Дальность ДимаTorzok 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 так есть тут что-нибудь интересное нет нету топ карта красивая так зачистите улей и активируйте все насосные станции так подожди а насосные станции а вот еще один насос а вот их 4 я понял так ну честно говоря не знаю как лучше двигаться блин так то бы еще связиста бы взять конечно но видите нету у меня чем не там на связиста не хватает с сапплаев не хватает сапплай ближайший вот он лежит ящик опа насосная станция разрушена это прикол ладно значит это был такой закуток который не обязательно было ходить но я сходил я понял сушену с пулеметами сейчас конечно повеселее наверно будет жить можно еще вот такой пулеметик поставить стационарный определенное что мы не можем обеспечить, ослабить позицию для оптималем и конечно мы это в таком случае мы не будем флешить красивые и и гнездовья гнездовья я просто думаю может мне пойти вот эту базу сначала забрать или все-таки с ульем сначала разобраться фиг его знает как лучше пойдем короче вот сюда вниз схожу чисто посмотреть конечно вот лучше базу забрать сначала коли у меня связиста нету так здесь можно вот так вот подняться а вон пера флай летит так ну смотри вдвоем они довольно таки тяжело убивают пулеметчики с ними разберутся займитесь нашими зданиями так ладно давайте действительно пойдем в центр на базу я думаю это будет правильным решением так это смотрите это мины но они не наши они тоже срабатывают и это очень странно ну ладно так здесь так понимаю с этой стороны не зайти что-то не видно никого вот там вот нездовья из него по-любому кто-то может выскочить разрядил мины короче говоря но они не наши по-любому знаете почему потому что смотри вот я свою устанавливаю захожу и она на меня не срабатывает так что да вот так вот она и работает что-то Продолжение следует... Вообще, с пулеметами классно. Не-не-не-не, там все горит. Так, хорошо, это зачистили. Идем дальше. Отлично. Ого-го. Ого. Реально, как стационарный пулемет работает. Блин, да почему эти тупят-то постоянно, я понять не могу. Как их зовут-то? Шрапнельщики. Так, ну, гуд. Что я хочу сказать, гуд. Так, захватываем базу. Радио-центр. Хорошо, у нас сразу тут два пулемета нам добавили. А здесь что? Какая-то большая площадка, да? Как будто здесь кто-то будет высаживаться или кого-то мы тут будем спасать. Есть ощущение, да, такое? У меня тоже есть такое ощущение. Так, адъютант флота. Он мне нужен или не нужен? Ага. Контратака. Давайте закажем адъютанта. Да, удар ТВК. Я правда не помню. А, все, помню. А, и точка высадки для подкреплений. А че они только слева идут? Класс. А, или то, что они сейчас постоянно с этих позиций будут нас атаковать, видимо. Судя по всему. Так, ну пойдем, бросим. Бросьте. 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 Да, сэр. Бросьте. Бросьте. Кстати, да, сейчас они отлетают намного быстрее. Бросьте. Бросьте. О. Это там че-то пришло с той стороны. Ребята, че вы так близко-то подходите, я понять не могу. Так, отлично. Там отпинались. Это хорошо. Так, тут еще одно гнездовье, и тут терминал. И там вот еще оперативная база. И прочее. Так, перофлай еще один прилетел. Так, я думаю, что, короче, здесь... Надо ставить дополнительные пулеметы. И вот такую вот защиту. И вот такую вот защиту. Защиту из мин, потому что мы сейчас пойдем... Вот в ту сторону. Нам нужно здесь прикрываться. Угу, вот видите. Они еще сейчас периодически будут атаковать нас. С разных сторон. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, адъютант у меня, я надеюсь, выживет. Так, там кто-то идет, но я, по-моему, удар ТВК так и не бросил. Хотя он должен был, по идее, броситься. Так, ну все, там, атака-то... Скажем так, не прошла. Так, пойдем еще мины поставим. О мой гад, это что такое? Вулкан. Это же есть, прикиньте, еще вулкан какой-то. Офигенно. Офигенно. Так, отлично, вот она появилась, да? Мир в огне. Так, иду мины ставить, и пойдем сейчас на запад. Разбираться. Короче, оставлю здесь один отряд инженеров, наверное. И давайте сделаем еще сейв. Так. Давайте гиена-14. Гиена-14, принять. Все, и вот с вот этой ватагой. Блин, ребят, вы не вовремя пришли сюда. Так, адъютант тоже с нами же есть. Да? Блин, не вовремя это все. Возвращаемся обратно. Субтитры делал DimaTorzok Слушай, может наоборот пулеметы оставить На защиту Остальными ходить, атаковать как бы Ну блин, ну хотя они очень мощные, как без них-то А, так это еще в стационарном режиме Только можно вот эту способность-то использовать Оказывается Го вам Ладно, тогда инженеры всех с собой забираю Адъютанта, да, берем тоже Давайте сейв на гиену 14 перезапишем Все, и двигаемся 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 Блин, адъютанта убили Ладно, сейчас терминал запустим и посмотрим Что мы с этим можем сделать Еще один насос включен Я уже чувствую запах денежек на моем офшорном инопланетном счету Так, вот можно еще взять Пулеметчика И, наверное, я это сделаю Вот интересно, куда они сейчас пойдут Так, давайте вот новенького Вот сюда А вот этого, короче, с собой возьмем Что-то, по-моему, они не оттуда пошли атаковать Что-то, по-моему, они не оттуда пошли атаковать Хотя вроде норм Угу, там всех добили Судя по тому, что я вижу Так, надо не забывать про вот это достижение Так, а что если мне вот отсюда пойти заходить Потому что что-то мне как-то не нравится Здесь просто улей Здесь еще вот эти штуки надо развалить Не все так просто Продолжение следует... ой ничего убиваешь троих только вас забираем все отлично все сейчас осталось только вот эти туннели зачистить и очень классно будет ого Так что они там идут? Продолжение следует... 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 так давай ракетчика вызову какой-то веке так хорошо ну что подходим ближе походу я очень сильно сейчас теряю так мы можно уже в улейте блин нет 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 отмена галя галя отмена так галя не отмена идем уничтожьте этих жуков федерации нужны эти поставки неплохо справляешься федерал может тебе наша работенка понравится мобильная пехота дает мне то чего вас никогда не будет служба гарантирует гражданство да удачи тебе с гражданской пенсии если вообще до нее доживешь так ну хорошо я щас пулеметчиков много стало достижений танкеры танкеры это печаль так но танкеры да вот как раз таки против них хорошо ракетчики заходят но и пулеметчики естественно еще туда ракетчика еще красоты не будет тогда фух но это было тяжеловато конечно здесь протискиваться потому что до рельеф ландшафт все очень узко а а тут еще вот был туннель который бы конечно по идее надо было зачистить изначально ладно ничего страшного как у нас тут дела верно надо идти сюда танкер наверно сейчас сюда придет да да вроде не нормас так вот еще один улей ладно тогда вроде бы не все так плохо наверно пойдем в эту сторону да тут ребята вполне справляются так здесь вот такой вот переход ого-го-го-го я думаю где мне еще один ракетчик что он там далековато где-то ухты блин да блин ракетчики ну чтупить это так отлично пулеметчик прокачался так еще с боевые стимуляторы есть так где у меня там ракетчик новый на замену старому на замену старому так он выстрелил или нет что я не понял ну да он стреляет и это он и и и и и и и так хорошо здесь я так понимаю до пройти никак нельзя только вот так вот напрямую так все пошли потому что мне нужно сейчас короче да сделаем сейф давайте ген 14 перезапишем мне надо короче говоря вот на ту сторону перебраться там встать в уголок и вот здесь вот ой здесь вот находиться так господа давайте продолжим мне тут пришлось немножко прерваться и тут оказия у меня произошла эээээ но выключил короче микрофон и в итоге конец этой серии ээээээ записывала без звука без голоса и даже половиной следующей серии успел записать блин без звука ну переписывать сейчас буду всё для вас ну с одной стороны наверно хорошо что немножко уже отыграл и немножко так скажем заглянул в будущее Но не очень для меня это приятно Честно вам скажу Ну что делать Сам дурак, сам виноват Давайте нам нужно короче здесь пройти И вот встать вот в эту точку Продолжение следует Так, не вижу какая тут сила улья Почему она мне не отображается? Что не понимаю а ну да я кажется не могу видимо зачистить так он сейчас по моему можно идти пока вот это вот не уровень не набрала успею ход не успел да не успел так но сейчас вроде можно еще одна область защищена прекрасно работ капитан мобильная пехота оправдывать свою репутацию что ты говоришь но это курочка моя ты нежная крабдывают свою репутацию ну ладно так что надо вот эту базу захватить тигры вас захватываем и да вот отсюда можно пулеметчика забрать кому там надо пополниться тот пополнится сейчас ну вот так и вот вот так по моему здесь насколько я помню тут еще . была какая-то ее нам пойти зачистить а вот и она лично Так, здесь надо поокуротнее с этой миной быть. Иначе можем помереть. Все, хорош. Че там, бежишь? Бежит. Ой-ой. Все отлично. Так, идем сюда. Подрубаем насос. Третий насос включен. С богатством приходит и чувство патриотизма. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Так, там какая-то атака в нашу сторону. Собираем припасы. Да! Придурки, ну зачем же вы это сделали, блин? Ох, сейчас надо вам до туда бежать, восстанавливаться. Что у нас нету. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ракетчики бегут тихонько. Давайте быстрее. ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok поехали не хватает да не связиста не этого адъютант или как он там называется вы либо стреляйте либо не стреляйте чудо-то ты идёте всего красавчики чулка мне не летите так знаете что здесь нужно сделать короче говоря снова пойти поставить пулеметы этот можно разобрать я не решу ох у меня и и и и и и и Зачем делаю турельки? Потому что сейчас нужно, короче, вот этих вот всех пулеметчиков с собой взять. Чтобы здесь вот эту точку закрывать, мне турельки помогут. Стационарные. Можно вот оставить. Вот эта точка еще хорошо себя чувствует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, по-моему, сейчас хороший момент, да, бежать? Зачищать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, и этого тоже завалили. Я уже не первый раз... Свои майска в огонь затаскиваю. Так, идите, захватывайте, а здесь мы захватим вот эту штуку. А вот и последний. Еще один шажок к ранней пенсии. Отлично, капитан. Драконий остров вновь под нашим контролем. Я уже отправляю небесного маршалу похвалу о вашей работе. Благодарю, мэм. Мы просто выполняем свой долг. Возвращайтесь на станцию для отчета и отдыха. Мистер Фрейзер, проследите, чтобы люди капитана безопасно улетели. Конечно. Мистер Фрейзер. Теперь, когда байскаута здесь нет, будем ловить жуков. В небольшом горном улье есть подходящие экземпляры. Отправляю вам координаты. Опасная торботенка. Может, пора пересмотреть условия сделки. Не нужно жадничать. Вы не единственный ресурс в моем распоряжении. Вы про мобильную пехоту? Хотите, чтобы они узнали о ваших делишках с жуками? Да, вот я так и думаю. И подумал. Так, ну давайте. Мне нужен тут, наверное, еще один пулемет. Еще один пулемет. Ну, такой отряд, допустим, вызовем. Блин. Пополнить отряд, а у меня все корабли заняты. Дай нам что-то делать. Слышно, что бы это было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слышно, что бы это было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мешаются друг к другу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, дядька ушел. Вы поняли, кто ушел, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жучара здоровый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну все, вот он... Вот он и затупил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот с одной стороны, карты, конечно, они сделали классно, но, блин, тут во многих местах я уже не первый раз замечаю, что вот такая вот фигня, что юниты застревают постоянно. Вражеские, я имею в виду. Да и моим-то юнитам не очень комфортно, скажем так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА